Умный робот – миф или реальность? Ответить на этот вопрос предлагается ученикам Ахинской школы номер 5. Здесь в рамках внеурочной деятельности организованы занятия по робототехнике, на которых дети конструируют и программируют технические устройства, то есть собирают роботов. В реализации проекта учреждению помогла компания «Эксоннефтегазлимитед». На грантовые средства были приобретены специальные наборы по робототехнике различной сложности для учеников с 5 по 11 класс. Кроме того, в рамках проекта закупили 3D-принтер с огромным диапазоном возможностей. Мы заказали 3D-принтер для того, чтобы можно было печатать детали, для роботов собирать их, конструкции материалов. Также идет программное обеспечение в комплекте, которое позволяет создавать вот эти детали в 3D-объеме. Сейчас, как известно, у детей в школе нет черчения, и у них очень сложно с пространственным настроением. Бывает, объясняешь, не понимают. Вот это будет наглядно помогать, во-первых, объяснить ребенку, показать, что он своими руками будет создавать этот чертеж. Он будет понимать, для чего он, зачем, куда это он будет применять. И потом уже будет создавать готовые детали. Это будет наглядно, он будет видеть уже плод своего теоретического творчества. Занятия по робототехнике привлекают много ребят. И среди них не только мальчишки. Интересный подход, доступное объяснение, а главное – впечатляющий результат. Робот, который движется и выполняет команды. Это интересно детям всех возрастов. В прошлом году у нас была возможность обрести за свой счет 3 набора, но это очень мало. Вот дети, кто занимался, они как бы втянулись. На первом этапе, конечно, много теорий проходили, что такое роботы, какие они бывают, как классифицируются и так далее. Изучали части, из которых они состоят. Ну, сейчас вот уже собираем. Сейчас занятия по робототехнике посещают в основном те, кому нравится техника и программирование. Но с каждым днем желающих собрать своего робота становится все больше. В планах администрации учреждения сделать все возможное для развития данного направления в школе. А дети с нетерпением ждут новых занятий. Мы сейчас собираем роботов, они такие, ну, движутся, все это. Ну, роботы сами по себе интересные. В каждый месяц приходят новые наборы, мы их собираем. Ну, в общем, ну, кружок хороший. Безусловно, 21 век невозможно представить без новых технологий, особенно без развития робототехники. Так, на сегодняшний день каждый человек сталкивается с роботами. Но мало кто знает, каким образом эти роботы устроены и как их программируют. Благодаря оборудованию, которое поступило в нашу школу, мы, ученики, смогли столкнуться с этой темой, поработать с роботами. И каждый ученик, ну, впоследствии сможет ознакомиться с данной тематикой, понять всю ее актуальность на сегодняшний день. Мне, как ученику гуманитарного все-таки профиля, но не менее интересна данная тема. Ведь хочется все-таки разобраться, что такое робот на сегодняшний день. Это реальность или фантастика будущего? Это уже не первый грант, полученный пятой школой, и его стоимость порядка 10 тысяч долларов. Коллектив школы рассчитывает на сотрудничество с компанией «Эксоннефтегаз Лимитед» и в дальнейшем. Ведь интересные проекты, направленные на развитие детей, нужно реализовывать.